приветствую коллеги ассалам алейкум мир дому вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен базовым навыкам работы с командной строкой в линуксе поэтому если вы на месте если вы готовы с вас плюс ну а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко и сертифицированный инструктор академии циска линукс профессион института кандидат технических наук по специальности информационные технологии но здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру эти специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры мастер-классы это новый формат обучения основанный на принципе леонид байду и обучение на практике или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показать объяснять демонстрировать ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше ну и вообще изменить свою жизнь к стабильному прогнозируемому будущему поэтому присоединяйтесь и так что же мы с вами будем сегодня изучать что же мы будем с вами сегодня делать тут к нам подъехал такой вот вопросик в комментарии под видео хочу начать изучать сферу айти с чего начать если у вас плейлисты для начинающего программиста я думала что программирование есть только python java тут килл по килл люкс делюкс замешательства скажите что делать как это дело все освоить и так коллеги вот такой вот вопрос значит что делать первое что делать вы должны вот важный момент вы должны быть специалистом на стыке знаний и технологий то есть что это означает это означает что выучить сам по себе язык программирования python например там или java это будет ну бестолково ничего вам это дело не да почему потому что вам нужно что-то конкретное программировать какую-то систему понимаете да то есть нельзя просто вот выучить что-то тогда я выучил буквы а толку с этих букв понимаете до буквы нужно объединять в слога слова слова а за слов нужно писать романы а эти романы будут покупать и читать вот вот какая идея да то есть эта система здесь же принцип точно такой же то есть есть некие навыки некие знания которые вам необходимы и вот выстроить это нужно в некую систему и за это работодатель будет вам платить деньги поэтому еще раз нужно быть специалистом на стыке знаний и технологий и так что важно то что вот это все программирование то что все это айти она крутится работает под какой-то операционной системой самая популярная на данный момент операционной системы это linux все абсолютно под линуксом android это linux да да знали знали это до коллеги вот сервера в основном на линуксе да то есть вот куда ни плюнь как говорится linux везде поэтому не важно что вы там будете программировать скорее всего то что вы будете программировать будет работать с линуксом поэтому нужно владеть базовыми навыками работы с линуксом ну и в качестве вот 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 этого всего дела да мы сегодня поработаем с командой лс для того чтобы вы потренировались работать с оболочкой баш до баш нужно знать мало то нужно уметь писать баш скрипты почему потому что баш скрипты они помогают вам автоматизировать это все дело вашу работу почему говорят что айтишник ничего не делать потому что он все заскриптовал заскриптовал бай сидит как бы отдыхает надо работать как говорится головой они 24 часа в сутки поэтому коллеги начинаем изучать linux да кто хочет более подробно системно подойти к обучению я вас предла приглашаю на курс linux с нуля стоит 24 доллара 10 занятий практических таких да в формате ленн байдун где вы сможете научиться работать с линуксом базово чуть-чуть да вот плюс на выходе получите сертификат ну и вообще не будете бояться этого линукса и будете с ним как говорится уже на ты и так поехали что же мы будем сегодня с вами использовать значит первый важный вопрос возникает как же работать в этом самом линуксе да то есть что нужно чтобы в нем заработать первое я вам рекомендую рекомендую установить linux убунту именно убунту потому что с ней легче всего работать на ваш компьютер как это выполнить как установить собственно коллеги есть статьи с нашего блога поэтому вот вы найдете ссылки на эти статьи плюс есть еще мастер-класс на ютубе то есть детально где я вот все что в статье я это дело проделываю поэтому ссылки пожалуйста смотрите в чате в описании этого видео то есть первое что нужно сделать это установить linux на компьютер но у меня он собственно видите здесь установлен у меня на компьютере linux и я в нем работаю это первое второй важный момент коллеги то что необходимо установить выпадающий терминал терминал но у меня вот есть стандартный да но в нем неудобно работать почему потому что когда вы например читаете какую-то статью или что-то делаете по статье дата вот эта фиговина это окно поверх всех окон и соответственно очень неудобно поэтому второй важный шаг это установить гвейк терминал опять-таки ссылку на статью вы найдете в чате и в описании под этим видео соответственно что такое гвейк терминал коллеги это вот нажимаете кнопку f12 да смотрите как прикольно да и появляется такой вот терминал при этом вот это можно крутить плюс он видите такой полупрозрачный полупрозрачный ну и плюс можно вот так менять туда-сюда да то есть весьма удобно если надо полный экран сделать нажимаем f11 удобно удобно да то есть можно прям здесь все команды печатать все это дело работать и весьма весьма прикольно здорово поэтому это шаг 2 ну и собственно третье мы приступаем к вам с вами к базовым навыкам работы с командной строкой в баш ну и для этого будем использовать команду лс таким образом сегодня поработаем с лесом ну и вы плюс-минус научитесь в баше вот работать и так значит нажимаем f12 появляется терминал и мы с вами попадаем в оболочку баш в чем смысл в том что мы пишем сюда команды и это оболочка их выполняет вот такая вот простая идея соответственно что важно то что ну давайте разберем приглашение в командную строку здесь вот слева написано имя пользователя юзер дальше через собачку через собачку написано написано имя компьютера дальше двоеточие тильда означает что я сейчас нахожусь в домашней папке что такое домашняя папка зачем нужна коллеги это уже в курсе linux 0 24 доллара добро пожаловать доллар означает что я работаю под обычным пользователем ну а дальше мы здесь собственно будем писать команды и соответственно наш баш наша оболочка будет эти все команды выполнять и так поехали значит что важно то что первый важный момент то что команды имеют имеют чувствительность к регистру то есть вот это важный момент а то есть команда например лс маленькими буквами видите она работает и лс большими буквами видите нифига не работает да то есть команда говорит что что баш говорит что я не знаю такой команды да что-то там не установлено попробуйте установить какой-то там лс лс л да то есть вот вот он не может найти поэтому еще раз регистр имеет значение причем как бы существенно имеет значение поэтому пожалуйста на это обратите внимание итак поехали дальше значит если нужно очистить терминал то команда clear clear а вот так вот и все итак что важно то что команды могут быть с опциями и могут быть без опций соответственно если без опций вы пишете просто команду и она что-то делает например лс о по лс это сокращение от слова лист и я соответственно вижу содержимое своей домашней папки да то есть вот такие вот здесь файлы такие вот здесь папочки находятся так вот лс без опций ну в принципе любая команда без опции что-то там выполняет но если вы хотите уточнить уточнить какие-то нюансы выполнения этой команды то соответственно необходимо будет уже передавать опции ну например давайте посмотрим лс пробел минус л минус л соответственно нажимаю enter и что я вижу что-то тут смотрите сколько всего вывалилась итак у нас результат выполнения команды лс существенно поменялся значит что изменилось ввел лс минус л и посмотрите вот эта буковка l означает лонг лонг да то есть вывод в длинном формате то есть я по сути смотрю содержимое своей домашней папки в длинном формате соответственно что значит в длинном это означает что я вижу права доступа я вижу кто собственник этих файлов я вижу группу собственника я вижу там размер например файла да я вижу когда он последний раз изменялся в каком-то году что это было ну и собственно название самого файла да то есть вот такой вот принцип еще раз опции они уточняют выполнение той или иной команды да то есть вы можете уточнить что в этом конкретно хотите соответственно добавив какую-то опцию в моем примере лс минус л добавляет лонг вывода лонг листинг формат и таким образом я вижу более детально содержимое своей домашней папки с этим разобрались поехали дальше следующий пример как посмотреть скрытые да то есть вот эти опции могут быть разные ну и конкретно в команде лс мы можем увидеть скрытые или системные файлы значит что важно то что я здесь не вижу никаких вот посмотрите запомните дк пинкаунт там да то есть вот вот собственно содержимое а теперь давайте мы введем команду лс пробел минус эй минус эй и посмотрите здесь появилась совсем другая картина то есть появились папочки ну и файлы которые я раньше не видел ну например . adobe . bash history . bash каунт логаут баш рц это даба . пин кэч конфиг ну и так дальше dmrc eclipse там понятно да hp либо либо джава . java . local и так дальше таким образом коллеги если вы обратите на это все внимание то какая здесь собственно происходит происходит закономерность то что скрытые файлы ну и папки в линуксе начинаются с точки еще раз если вы хотите создать какую-то скрытую папочку или скрытую файлик то имя должно начинаться с точки ну а если вы хотите увидеть эти скрытые файлы то соответственно нужно писать лс пробел минус эй и соответственно вы увидите содержимое именно скрытое то что у вас там где-то там лежит здорово здорово поехали дальше следующий важный момент коллеги то что когда вы пишете команду лс минус л лс минус л до лс минус л то что я вижу то что здесь размер собственно файлов пишется в байтах в байтах в байтах 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 да и не всегда удобно не всегда удобно да то есть мы с вами привыкли в чем мерить все килобайты мегабайты гигабайта терабайты да то есть вот но в байтах это очень неудобно почему ну потому что посмотрите 9 миллионов 950 или сколько 995 171 это вообще сколько да то есть меривать такими миллионами триллионами вот или вот здесь вот тридцать одна тысяча девятьсот восемьдесят девять вот это сколько вообще да то есть это в байтах не всегда удобно да или вот где девять это значит так вот вот да то То есть неудобно. Поэтому или вот, например, какой-то у меня файлик. 4 миллиона 190, 41 миллион 900. Что ты, блин? Я даже произнести не могу это все делать. Итак, возникает вопрос. Как это так вывести на экран, чтобы было, как говорится, по-человечески. И не вывихнуть себе мозг, если такой имеется. Итак, LS пробел минус LIH. Добавляется опция H. H расшифровывается как Human. Соответственно, нажимаем Enter. И посмотрите, как красиво все отображается. Смотрите, да. Вот мой файлик, который мы только что смотрели. PCI-IDS. 972 килобайта. О, все, вы понимаете, сколько это там. Вот. Здорово, здорово. То есть вот таким вот образом вы легко можете это дело все посмотреть. Итак, вот этот файлик, который я не мог там, значит, 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 произнести размер, да, 8,8 килобайт. Вот он, да, 8,8 килобайт. Здорово, здорово, да. То есть вы можете легко вот таким вот образом все это дело смотреть. Или вот 10 килобайт файлик. Все. Я осознаю, сколько это, да, то есть намного легче все это дело смотреть и отображать. Ну, или давайте я покажу какое-то содержимое папки. Там, например, давайте сделаем ls-lh, а потом укажу путь какой-то папки. Ну, например, var, lib, lib, virt, images. Значит, у вас этой папки наверняка нету, потому что у вас не стоит виртуализация линуксовая. У меня стоит и посмотрите. Ага, permission denied. Так, ладно, не будем тогда, потому что сейчас будет у нас sudo и так дальше, да, все сильно усложнится. Итак, коллеги, еще раз, ls-lh показывает содержимое в удобном для человека виде, да, 972 килобайта, мегабайта, гигабайта, терабайта. Если ничего нету, то это в байтах. Если это больше, чем байты какие-то там, да, то появляются килобайты, буковка k, m, мегабайты, g, гигабайты, t, терабайты, ну и так дальше. То есть вот таким вот образом вы можете это дело все смотреть. Поехали дальше. Значит, следующий важный момент. Как определить, что это папка, а где файл? Как определить, коллеги? Чтобы определить вот файл или папка, то можно определить по правам доступа. То есть вот в начале у нас вот здесь вот минус, да. То есть если у нас в начале минус, то это точно файл. Если у нас папка, то буковка d, буковка d, да, соответственно, минус, это означает, что это обычный файл. Если буковка d, то это папочка. Но, вы скажете, это же так неудобно. Вот я смотрю, значит, template test, что это такое, папка или файл, надо посмотреть влево. Можно ли как-то сделать проще? Да, коллеги, можно использовать опцию минус F большое. Итак, LS минус, например, LH и ставим F большое, да. И что мы видим, коллеги, то, что оболочка bash добавляет в конце названия вот такой вот слэш. Посмотрите, во всех папочках мы видим в конце слэш. В результате стало намного удобнее, да. То есть, вам не нужно посмотреть влево, что тут буковка D. D это directory, да. Вот. А вы сразу видите, ага, music в конце слэш. Это что? Папочка my backups. Что это? Папочка my bin. Что это? Папочка my directory. Что это? Папочка, коллеги, да. То есть, вот такая вот полезная опция минус F. Ну и можно эти опции еще раз применять по отдельности. Ну, например, LS минус F, да. И вот, пожалуйста, в таком формате я тоже вижу в конце вот, собственно, значит, слэш. Это означает, что это папочка. Здорово, здорово, да. То есть, вот таким образом вы можете это дело все смотреть. Итак, поехали дальше. Следующее, что нам необходимо посмотреть, это можно ли выводить содержимое папочки в обратном формате. То есть, у нас идет все по алфавиту, да. Начинается с буквы A, но у меня нету ничего на букву A, да. Следующая буква B, поэтому backup, bin, потом C, count, cpo, потом D, буква data, desktop, document, download, потом буква E, error, etc, ну и так дальше, да. Ну, и так дальше, да. То есть, по умолчанию сортировка идет по алфавиту от A до Z, ну и цифры от 0 до 9, да. То есть, вот такой вот принцип сортировки. Дальше вы скажете, а можно ли сортировать в обратном порядке? Да, коллеги, можно сортировать в обратном порядке. Для этого нужно добавить опцию минус R маленькая. Итак, ls минус R маленькая. Что мы видим? Мы видим то, что backup, bin, count, cpo стал где? Стал у нас в самом конце, коллеги, в самом конце, да. Ну, а вот те файлы, которые в конце, они стали спереди. То есть, vim, video, usb, total, test, templates, temp, tail и так дальше, да. То есть, вот, пожалуйста, мы изменили порядок сортировки. Итак, коллеги, напоминаю о том, что опции можно объединять, да. То есть, вот смотрите, ls минус, что мы там делали, да, h, f большое, да, а теперь в обратном порядке сортировку, букву R, да. Нажимаем enter и, пожалуйста, смотрите, backup у меня стал внизу, bin внизу, count, cpo, ну, а vim поднялся в самый вверх, да. То есть, vim.tar, video, usb, total и так дальше. То есть, вот таким вот образом это дело все работает. Работает. Пожалуйста, коллеги, прямо за мной все повторяйте, вот запускайте ваш баш и у вас будет все получается. Итак, у кого получается все, как у меня, напишите в чат цифру 1. 1. И это означает, что вы супер-пупер молодец. Ну и мы, соответственно, движемся с вами вперед. Итак, следующее. Следующий пример. Это рекурсивный вывод списка всех подкаталогов. Что значит, коллеги, рекурсивный? Это означает, что мы смотрим содержимое папки, потом содержимое следующий, внутри папки, потом внутри, 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 внутри и так дальше. То есть, рекурсивный означает, что вы смотрите и вложенные папки тоже. Итак, для того, чтобы посмотреть рекурсивное содержимое, для этого используется буква R большая. Итак, смотрим. Значит, еще раз клир, давайте очистим все. Итак, ls-r, большое. Нажимаю Enter. Херак, и что я вижу? Я вижу содержимое всех папок и подпапок. То есть, если так пролистать в самый верх, так, если оно мне даст пролистать все это дело вверх, то начинаем мы с папки какой? Вот так, 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 так. Начинаем мы с папки backup делать. Бэкап. Значит, в папке backup, видите, backup-1-zip, backup-1-2-zip. Дальше папочка bin, вот такие вот там есть файлы. Дальше в папочке cpo есть вот такие вот файлы. Дальше в десктопе есть такие файлы, да? Дальше в documents есть вот такие файлы. В document.ccnp есть вот такие вот файлы. Document.ccnp.testdir есть вот такие файлы. Ну и так дальше. Linux.essential есть вот такие вот файлы. Set есть вот такие папки. Web.eop есть вот такие вот папки. Ну и так дальше. Понятно, да? То есть вот что мы видим, коллеги? То, что мы посмотрели содержимое моей конкретной папки. Ну и вот, собственно, вложенные все папки, файлы, все, что там было, мы тоже вот таким вот образом увидели. Здорово, здорово. Еще раз, это опция ls-r, большое, да? То есть мы увидели содержимое рекурсивно всего содержимого нашей домашней папки. Итак, поехали дальше. Следующая важная опция, коллеги, это можно ли сортировать содержимое вот папки по времени, по времени, да? То есть я хочу вывести файлы, которые я менял недавно, да? Итак, очищаем содержимое, clear, делаем ls-l, дальше t по времени, да? И добавляем опцию r, то есть будет у нас вверху самые старые файлы, по идее. Итак, нажимаем enter. И что мы смотрим? Что мы смотрим? Так, вот такой вот вывод. Итак, значит, что мы видим? То, что вверху самые старые файлы, это 25 ноября 2015 года, да? Вот, вот видите, да? Ой, 11, да? 11 ноября 2015 года. 25 это размер файла, бать. Итак, да, то есть 11 ноября, вот, 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 15 год, да? Да, дальше листаем в самый низ, что мы видим, коллеги, то, что вот здесь есть файлы у меня, папочки, вернее, да, 22 года. А теперь обратите внимание, то, что, то, что если год текущий, то выводится, собственно, дата и время, когда последний раз этот файл менялся. Ну, и что я вижу? Файл или папка, да? Я вижу то, что вот в самом низу у меня файл, вернее, папка downloads, которая менялась 19 августа в 12 часов 50 минут, да? То есть вот таким вот образом вы это дело все можете делать. Здорово, здорово, да? То есть вывод содержимого вы можете сортировать также и по времени. По времени это когда последний раз это дело все менялось. Итак, следующий пример, коллеги, это сортировка файлов по размеру. Можно ли сортировать по размеру? Так, коллеги, для этого используется опция S большое. Так, очищаем. Итак, делаем. LS пробел минус L и S большое. Таким образом, вверху у нас будут самые жирные файлы, вот, а внизу будут самые тощие. Итак, что мы видим? То, что файл data.txt занимает вот столько-то байт. Опять-таки, мне даже трудно это дело произнести. Поэтому давайте переделаем все это сделаем. И сделаем LS минус LS и добавим опцию H. H, да? Чтобы по-людски было все. Итак, нажал H. И что я вижу? Что я вижу? Итак, я вижу то, что вверху у меня файл data.txt. Текст и его размер 40 мегабайт, да? То есть, вот таким образом мы это дело сортировали. Ну и сделали формат по-человечески, да? Human, human вывод, да? А то вот это вот сколько тут миллиардов там, да? Байт. Фиг поймешь, да? То есть, неудобно очень. А так, ага, все, я понимаю, 40 мегабайт. Итак, самые жирные файлы вверху. Так, следующий идет файл PCI-IDS 972 килобайта. Дальше, suspension spam report 32 килобайта. Vimtar 10 килобайт. Example desktop 8.8 килобайта и так дальше. Ну а внизу мы имеем самый маленький файл. Это count.txt и его размер всего-навсего 4 байта. Здорово, здорово, да? То есть, вы можете вывод сортировать еще и по размеру. Поехали дальше. Следующий пример, коллеги, это с помощью команды LS можно еще посмотреть иноды. Иноды. Что такое инода, возникает вопрос, коллеги. Инода это номер, по сути, ячейки на файловой системе, где хранится ваш файл или ваш каталог, ваша папочка. Что это означает? Это означает, что на самом деле, вот если вы были когда-нибудь у бабушки, у своей бабушки, если вы были, вы наверняка заходили в коморку. А в коморке что там? А в коморке там стеллажи. Стеллажи, да, соответственно, на стеллажах стоят помидоры, огурцы, там, перец какой-то там закрытый, да, всякие закруточки. Вот на зиму стоят там, да, и, соответственно, то есть что важно? То, что там порядок, да, в коморке есть стеллажи, есть полочки, да, и, соответственно, на каждой этой полочке, на каждом стеллаже какая-то вкусная закруточка на зиму стоит. Таким образом, коллеги, в файловой системе в линуксе принцип точно такой же, да, то есть вся файловая система, она разбита на, на, на так называемые ячейки, и каждая вот эта ячейка имеет свой номер, номер инода, да. Соответственно, вот по сути, когда вы обращаетесь к какому-то файлу, да, то вы обращаетесь к конкретной иноде, к конкретному номеру вот этой ячейки, вот где лежит тот или иной файл. Но, но для человека очень неудобно обращаться по номеру ячейки, да, вот вам удобно обратиться по имени файла. То есть, если вы хотите, вы говорите, там, пришли мне count.txt, все вы понимаете, да, вы же не обращаетесь по номеру иноды, представляете, если я буду вам говорить, пришли мне содержимое ячейки какой-то там, ячейки там, да, поэтому человек привык работать с именем, с именем файла, вот, это удобно. Точно так же и ваша бабушка, да, она зимой говорит, там, пойди принеси, там, закрытые огурчики. Все, вы идете, смотрите, ага, огурчики, все взял, принес, да. Она же вам не говорит, пойди в коморку и принеси содержимое из полки 2.2.1. Вы такой пришли, думаете, так, 2 это вообще, где это 2, это вот так 2 или вот так, или в глубину, где это 2, 2, 1, это вообще где, да, понимаете. То есть, неудобно работать по номеру, поэтому человек привык работать по имени и в линуксе мы работаем по имени, но на самом деле обращаемся к иноде. Итак, как же посмотреть номер вот этой самой ячейки, где что-то там хранится. Значит, ну вот давайте ту же самую команду сделаем ls-l маленько s большое h и добавим туда буковку i. И, что значит i, это инода. Итак, хирак, нажимаем enter и что мы видим? Мы видим с левой стороны номера этих самых и нод, вот они, да. Таким образом, когда я говорю, пришли мне файл count text, да, то на самом деле вы обращаетесь к ноде, вот к какой ноде, вот этой вот, да, 21.16.269. Вот и присылайте мне файл. Но, представьте, если бы я к вам обращался, говорил, пришли мне файл 211.62.96. Это же неудобно, да? Намного проще и запоминаемо работать все-таки с именем файла. Таким образом, мы можем, коллеги, с опцией минус i посмотреть вот эти самые и ноды. Здорово? Здорово. Едем дальше. Следующий пример, который я хотел показать, это где можно получить дополнительную информацию по команде ls, коллеги. Это использовать вот опцию, да, как узнать версию ls, ls минус минус version, значит version, да, и, соответственно, вот мы видим версию нашего ls. Дальше. Как получить хелп? Вот дополнительные опции есть какие-то, коллеги, да, ls минус минус help, да, вот, пожалуйста, мы можем здесь help какой-то получить там, да. Дальше. Еще варианты. Это команда man. Man это сокращение от manual. Итак, пишем man ls и, пожалуйста, вот вся помощь по команде ls и, собственно, все опции. То есть, смотрите, a, это, значит, all, да, дальше author, block size вы можете тут выделять, там, да, смотрите, color, directory, вот, f, вот, видите, добавлять в конце этот слэйш, там, да, full time, вот, смотрите, то есть тут опций много, да, то есть вот таким образом вы можете это дело все почитать и, соответственно, подтянуть ваши, ваши какие-то знания по команде ls, по команде ls. Здорово. Едем дальше. Следующий важный момент, то, что как посмотреть список временных файлов. В Linux есть временные файлы? Да, есть. Они хранятся в папочке tmp. Итак, смотрим ls минус l пробел слэш tmp. Нажимаем enter. Ну и, пожалуйста, что я вижу? config error, net export. Вижу какие-то тут skype папочки, да, skype linux crashes. О, видите, крашнулся у меня сегодня, да, tmp чего-то svg, unity support test, да, то есть вот такие вот папочки, файлики я вижу. Здесь могут быть скрытые файлы, да, давайте смотрим ls минус l a, l a, помните, это all, да, и вот я нажал и херак, что я вижу? То, что на самом деле здесь есть еще и скрытые файлы, скрытые папки. Какие? .com google chrome, вот он, да, а из linux, вот еще две скрытые хром папки сделал, ну и еще вот какие-то тут тоже есть скрытые файлы и папочки, да, то есть вот таким образом это тоже можно все посмотреть. Дальше, едем дальше, значит, так, это показал, это показал, значит, отображение идентификатора пользователя и группы пользователя, кому принадлежит этот файл. Дело в том, что, коллеги, по умолчанию, когда вы вводите команду ls минус l, вы видите, кто собственник файла user, да, а дальше группа собственника shell user. Но, опять-таки, это для человека, это удобно, но на самом деле каждый пользователь имеет свой уид, unique identifier, да, то есть уникальный идентификатор пользователя. Также есть гид, группа ID, да, групповой идентификатор пользователя. Соответственно, вот можно ли это посмотреть? Да, можно. Каким образом? ls минус n, например, да. И, пожалуйста, я вижу те же самые файлы, те же самые папочки, но только, видите, здесь 1000, 1000, то есть 1000 это идентификатор пользователя и 1000 это идентификатор группы, да. То есть вот таким образом это можно посмотреть. Ну, давайте еще один пример. ls минус n и сделаем вот так вот, слэш хоум, да, слэш хоум. И, соответственно, вот я вижу, у меня два пользователя на этом компьютере, соответственно, вот у меня, видите, 1000 это пользователь у меня user, а есть пользователь еще циска, у него, соответственно, идентификатор 1001. То есть вот таким образом вы можете тоже это дело все посмотреть. Здорово. Значит, что важно, коллеги, то, что не всегда бывает удобно вводить все эти опции для команды ls, поэтому можно воспользоваться псевдонимами. Соответственно, как их посмотреть? alias, если написать команду alias, то вы увидите все псевдонимы, которые есть в вашей системе. По умолчанию вот такие вот псевдонимы есть для команды ls. То есть если вы пишете l, то будет, по сути, подставляться такая вот команда ls минус cf. la, это скрытые файлы, ll, это полный формат, да, ну и просто ls будет выводить все с цветами. Здорово, здорово. Итак, давайте попробуем l, l, вот оно, да. Дальше l, отобразит скрытые. Отобразил, да, отобразил. Дальше так, какие там еще есть опции. l, 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 да. Значит, l, l. Ну и вот, пожалуйста, да. То есть вы можете на основании псевдонимов придумать свои какие-то сокращения длинных команд для того, чтобы с этим работал. Как это сделать, как работать с псевдонимами. Был недавно мастер-класс, поэтому не поленитесь, загляните дальше где-то там в списке видео на нашем YouTube канале. И вы это дело все найдете. Итак, едем дальше. Следующий пример, коллеги. Да, удалить алиэс, аналиэс. А дальше все. Собственно, коллеги. С примерами у нас с командой ls я закончил. Что важно, то, что это базовые такие вот навыки работы с башем, с командной строкой. Поэтому не ленитесь, все это дело проделайте. Команд на самом деле много, но как их всех освоить. Вот так вот брать, вводить. То есть хочешь научиться плавать, надо брать плавать. Хочешь научиться ездить на велосипеде, надо садиться на велосипед и ехать. Хочешь научиться стоять на коньках, нужно на них становиться. Поэтому, коллеги, подходите к этому видео. Не с точки зрения, я приблизительно понимаю, что вот тот пузан вводит в командную строку. Подходите с точки зрения, я это вел, я эти навыки освоил. Тогда это будет все максимально эффективно. Итак, коллеги, у кого все получилось, как у меня, напишите в цифру 2 в чат. Это означает, что вы супер-пупер молодец. Если у вас что-то не получается, то, пожалуйста, пишите вопрос. Что конкретно у вас не получается, ну и я с удовольствием отвечу и помогу так, чтобы у вас это дело все получилось. Итак, коллеги, кому было видео сегодняшнее полезное, оцените его лайком, нравликом, вподобайкой или просто поставьте палец вверх. Ну а если для вас интересна тема линукса, сетей, кибербезопасности, программируемых систем, то я вас приглашаю к нам на курсы. Где вы сможете освоить все эти сложные направления в формате Learning by Doing. Вот в таком виде, да, я делаю, вы повторяете. Все на самом деле просто. Делаешь, повторяешь, есть результат, да, ничего сложного нет. Плюс ко всему, вы на выходе получите международную сертификацию, будут у вас сертификаты, бейджи. И самое главное, мы помогаем с трудоустройством в большие международные компании. Поэтому приходите и мы вам с удовольствием это дело все поможем. На этом все, до свидания. Ассалам алейкум, берегите себя и своих близких, несите тяготы друг друга, помните, коллеги, что сила в единстве. Поэтому если что-то не получается, то пишите комментарии, я с удовольствием помогу. На этом все.